В нашем обществе существует представление, что отцовство это буквально процесс механической передачи информации. Одно неверное движение, и ты отец. Все на самом деле гораздо сложнее, все совсем не так. Отцовство, ровно как и родительство, и как материнство, имеет два аспекта. С одной стороны, отцовство и родительство это те практики заботы о детях, те практики воспитания детей, в которые вовлечены родители, вовлечены отцы. С другой точки зрения, родительство представляет собой социальный институт. То есть те ценности, те нормы, те представления о воспитании детей, о роли воспитывающих детей, которые существуют в соответствующем обществе. Например, в некоторых традиционных обществах в Полинезии уход за ребенком осуществляют не отец и мать, а члены расширенной семьи, дяди и тети, для которых не существует различия их это дети или это дети их сестер и братьев. Они осуществляют уход абсолютно на равных и за теми и с другими, не проводя деления. То есть совершенно по-разному организован институт родительства в разных обществах может быть. И отцы, и матери не выполняют только эту роль. Они еще являются работниками, они являются супругами. И, соответственно, все это влияет на то, как они будут реализовываться в родительстве. К наиболее значимым факторам, влияющим на отцовство, на родительство, относятся следующие факторы. Существующая в конкретном обществе модель маскулинности, модель материнства, которую реализует партнер. Те формы и объемы поддержки, которые предоставляет государство для семьи. В первую очередь это отцовский отпуск или отпуск по уходу с ребенком, который может взять не только мать, но и отец. Наиболее ярким примером реализации равенства прав отцов и матерей в отпуске по уходу за ребенком является скандинавские страны, в частности, Швеция. Существуют страны, где отцовский отпуск, отпуск по уходу за ребенком отцам не предоставляется. Одной из таких стран является, как ни удивительно, Соединенные Штаты Америки. В таких странах государство не считает поддержку ответственного отцовства своей непосредственной зоной ответственности. Тем не менее, даже в таких странах существуют отдельные корпорации, которые предоставляют отпуск по уходу за ребенком отцам. Это говорит о том, что отцы в мире все больше и больше включаются в воспитание детей, в уход за детьми, в заботу о детях. В Российской Федерации отпуск по уходу за ребенком может предоставляться как отцу, так и матери. В этом смысле ситуация, которая у нас существует в стране, достаточно прогрессивна, поскольку отец также может включаться в воспитание детей. Ему предоставляются такие условия. В то же время отпуск по уходу за ребенком отцы у нас берут крайне редко. В основном в случаях, когда у матери доход значительно больше, чем у отца. Проблеме отцовства на протяжении 20 века больше его части уделяло значительно меньшее внимание, чем проблеме материнства, проблеме родительства. Однако в последнее время, как в исследованиях научных, так и в общественном интересе, эта тема становится все более актуальной, поскольку отцовство еще одна важная сфера самореализации мужчины. Наряду с профессиональной деятельностью, наряду с его самореализацией в общественной жизни. Продолжение следует...